Вера шла по парку, глубоко засунув руки в карманы плаща и по привычке низко опустив голову. «Пятаки все твои», — любила говорить ей в детстве мама, пытаясь отучить дочку от вредной привычки. Не помогло. Редкие прохожие с любопытством рассматривали высокую, нескладную молодую женщину, с некрасивым лицом и сосредоточенным взглядом. Женщину, которая любила ходить по дорожкам парка и думать о жизни. Между тем, Вера была весьма известным в этом приморском городе реабилитологом. Попасть к ней на курс реабилитации было равносильно крупному выигрышу в лотереях. Ее руки творили чудеса. Под каждого пациента она составляла настолько эффективные программы реабилитации, что поднимала на ноги самых безнадежных. Еще у Веры был красавец-муж Егоров и Ванька, любимый сынок, маленькая копия своего отца. Когда эту пару видели вместе, то у людей невольно возникал вопрос, как нашли друг друга Вера и Егоров, столь разные внешние люди. История их знакомства, закончившаяся свадьбой и счастливой семейной жизнью, начиналась при весьма трагических обстоятельствах. В госпиталь, где Вера работала реабилитологом, привезли морского офицера Егорова после тяжелой травмы, полученной на корабле. Жить будет, но с позвоночником беда. Инвалидное кресло обеспечено. Шушукались по углам санитарки и медсестрички. В госпитале все видели необычную красоту Егорова и потому жалели его еще больше. Через некоторое время Егорова передали Вере на реабилитацию. А через день приехала законная жена с сыном-школьником. Откуда-то с северо-запада. Проинформировать о разводе и обсудить дальнейшую жизнь. Светлана, так звали жену, особо настаивала на том, что Егоров должен отказаться от своего имущества, ибо место ему после госпиталя все равно в каком-нибудь интернате для неходячих инвалидов. В Егорова Вере удалось уже вселить надежду не только на выздоровление, но даже и на возвращение на флот. Соответственно, отказываться от имущества, заработанного в основном собственным трудом, он не поспешил. Светлана явно дала понять, не особо выбирая выражение, что жить с инвалидом не есть мечта ее жизни. «Имущественные вопросы решим позже. Не пожар», — рассудил Егоров. «Стану на ноги, приеду, разберемся». «Издевается еще, инвалид несчастный», — завопила Светлана, озадаченная таким поворотом делом. И шваркнула дверью палаты так, что опрокинулась ваза с цветами на подоконнике. Егоров от неловкости и стыда чувствовал себя настолько плохо, что ему вдруг захотелось просто исчезнуть в никуда. «А ну, отставить дурное настроение!» Знакомый голос прозвучал и весело, и твердо. Он был как мелодия надежды. Этот голос, которому Егоров за многие месяцы боли, беспомощности и горя привык как к родному. Интересно, что лица своего реабилитолога Егоров не видел. Все скрывала медицинская маска. Но он почему-то думал, что Вера должна быть красавицей. А как же иначе? Иначе быть не может. Вернувшийся на службу Егоров при полном параде и с двумя красивыми букетами приехал свататься к Вере. Вера готовила воскресный обед и, услышав звонок, пошла открывать. Они некоторое время молча разглядывали друг друга. Вера взглядом попыталась сказать, что еще можно уйти. Не вопрос. А Егоров вдруг смешно сморщил нос и проговорил. Приехал знакомиться с тещей, а в квартиру не пускают. И Веру как отпустила сразу. А потом понеслась как лавина череда суматошных событий, взорвавших размеренную жизнь Веры и превратившую ее в веселый и яркий калейдоскоп. «Что ж, кто-то теряет, а кто-то находит», – сказала после знакомства с Егоровым мама, когда гость уже откланялся, а они с Верой убирались со стола. Вспоминая периодически эту фразу, Вера думала о том, что свое счастье она наверняка не заслужила, но никогда не потеряет. Ни при каких обстоятельствах.